Гарни, Кристаллайн Гарни, Кристаллайн Гарни, Кристаллайн Также несмотря на то, что вы получаете посадку по благодар드� advisала вам новичка получать все предоставления вкри cap. В одном из третьего Мы из-за этого премьер-министров – мы сняли нормальную работу. В этом случае мы сняли о том, что нам не просто. Мы сняли, что мы сняли, что мы сняли, что мы сняли. И в России мы сняли, что мы сняли. Я думаю, что это очень важный вопрос, но прежде всего Министр иностранных стран, Армении, если он хороший дипломат, то он может решить этот вопрос без проблем с Грузинской страны. Какие проблемы с Грузинской страны могут решить? И у кого есть родственники в России, которые, согласно закону, имеют право через границу Российской Федерации попасть к своим родным. Если вы занимаетесь с Грузинской страны, то это не будет. Если вы не знаете, что вы не знаете, что вы думаете? На сегодняшний день у нас еще одна проблема. Дело в том, что армянские граждане из Верхнего Ларса на своих машинах заехали на территории Грузии, сейчас находятся на нейтральной зоне и не могут дальше проехать в Армению. Там люди и беременные в машинах есть, и люди с плохим здоровьем, то есть как бы все нервничают, мы получили от них как бы звонки, они нам просили, чтобы мы тоже как бы обратились, им тоже, чтобы смогли помочь. То есть как бы мы не только пытаемся свой вопрос решить, но и помочь тем людям, которые тоже хотят попасть из России в Армению. Также есть граждане, которые на самолеты хотят прилететь и сейчас с нетерпением ждут, когда вот эта возможность будет, чтобы из Москвы, из Домодедова очередной раз пустили самолет, чтобы вывезли их. Списки, к сожалению, непонятным образом составляются, непонятно, какая очередность, когда кто сможет поехать, поэтому здесь я считаю, что нужно все сделать самым прозрачным образом. То есть как бы публиковать на сайтах посольств Армении, чтобы люди понимали, в какой очередности они будут попадать на территорию Армении. Потому что вот тоже люди мне звонят и говорят, вот у нас такая вот ситуация, мы вот давно записались, но, к сожалению, даже не знаем, когда наша очередь идет. Нам никто не звонит, мы в таком состоянии, у нас уже деньги заканчиваются, уже вот там некоторых людей вот 16 числа за аренду жилья, как бы срок заканчивается, и как бы им дальше просто придется на улице оставаться. Поэтому мы здесь стоим ради всех наших армян, вне зависимости от того, у них паспорт армянский, российский, американский, у нас никакой разницы нет. Если есть какие-то проблемы, да, к нам обращаются, и мы пытаемся, как бы, этот вопрос решить. И наша цель, чтобы никто не оказался из-за этой пандемии в брошенном состоянии. Вот что сейчас самое главное. Какие-то, как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Я не ошибаюсь. Там, по-моему, два автономили, по-моему, два автономили. У них нет, они не аренды? Нет, семьи, именно семьи. То есть там было несколько человек машин. Вчера просто реально, я вот слушал, как они там плакали в машинах, как они вот возмущались. Я нашел послал армянский, Грузия, что он не хочет на место приехать, как бы, этот вопрос решить. Соответственно, как бы, просили всех, кто может, как бы, услышать данный призыв, обратиться к властьям, чтобы они тоже на это обращали внимание. Вы не сможете отвернуть в США, и у меня нужно отвернуть. Аж в России, да, вы в Россию, не имеете в любую связь. Смотрите, значит, с 14 марта вот люди, получается, не могут поехать практически, да, вот кто на машинах например был, они не смогли никаким образом поехать. Проблема в чем состояла? Проблема состояла в том, что в первом случае посольство сначала не передало списка людей в грузинской стране для того, чтобы можно было хотя бы в тот момент на автовозах машину перевезти, на автобусах поехать, соответственно. И люди, получается, остались здесь на территории Армении и лицом от лицом остались напротив именно вот этой опасности. Они остались на улице, спали в машинах и, получается, из-за того, что гостиницы из-за режима чрезвычайного положения не работали, всем было тяжело очень. И деньги на исходе, и, соответственно, как бы так. Что касается именно грузинской стороны, то, к сожалению, как бы вина не... Ну, даже... Как бы сказать? Не то, чтобы к сожалению. Вина на сегодняшний день не грузинской стороны, что нас не пускают. Это просто именно дикламатическое отношение всему мешает. Но, конечно, я не знаю. Я, как бы, наоборот сюда переехал, я пытаюсь что-то изменить. Я пытаюсь людям помочь, например. Я сюда переехал, я сюда переехал, чтобы заниматься судебной реформой. Я готов был бесплатно это делать. И, соответственно, лично я не испытывал. Но остальные люди, у кого есть семьи, у кого есть бизнес, они, как бы, конечно, у них и бизнес простаивает, они не могут ничего сделать. И, соответственно, как бы в таком плащадном состоянии все находит. Так что мы имеем с участия на всем мире. Да, это так, что несколько граждан РФ, они оставались машинами и спали. потому что географически люди живут в разных регионах Армении. Соответственно, каждый раз по 200-300 километров ехать сюда, кто-то из Гориса едет, кто-то из Мартунии. И, соответственно, таким людям я прекрасно понимаю, я даже им говорю, ребят, если у вас не получается, вы далеко находитесь. Я прекрасно понимаю, что это все затраты, и у вас и так все наисходит. И с пониманием отношусь, но они сами понимают, что если не будут собираться вопросы, они будут решаться. Поэтому люди, как бы, они ответственно относятся к своему гражданскому долгу. Да, Калсин. Что мы не знаем, что Россия, который вы думали. что мы с вами хотим заниматься с конкурсами в России, с нашими дорогими автомобилями, мы хотим заниматься в России. В России, в России, некоторые primeirosы с родственниками мы с 2-м месяц находимся в доме. В России не уничтожили, не уничтожили и дома, но у нас не было дома. ведь мы не были дома, вы не думали дома, что мы хотим привиться к нему. Наши слова мы взяли к нашим, мы хотим узнать об этом, что мы хотим узнать, что мы в этом смысле рассматриваем. Что вы думаетесь, что вы думаете? Мы думали о Русской фасольстве, Пасольство и Русские фасольство и Русские фасольство Маки Грасениак, но не было ни разу. В Русские фасольство мы делаем автобусы, аз мекенан, которые вы делаете, автобусы, но автобусы. В первом автобусе, в первом автобусе, 40-летний марта, и мы с вами рассмотрим о том, что, если мы приглашаем на автобусе в первом автобусе, то 40-летний марта... В первом автобусе... Как вы понимаете автобусе? Как вы понимаете автобусе? В первом автобусе мы с вами послушали автобус, а автобусе, которые мы издали автобус, и мы не могли туда. Когда мы искал, что мы сходим, не то. Мы их рэкчаны, и мы сходим к га-и леканам. Мы говорим о русском садах. Поэтому мы познакомимся. Из-за того, что мы не хотим, кто-то разорвать. Но я не commander в конец, как они сходят с леканами. Вообще, когда мы не находимся в ряду судиторией. Мы неlleicht не заходим. Приветствую. Я думаю, что у меня не было проблем, но я не знаю, что мы сделали по утрам. Мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что мы не знаем. В результате мы не знаем, что мы не знаем. Почему они не делали? Вы не знаете? Мы иметь, что , если они уйдут обрету сборки. В прошлом году, я спросил, что бога. Довит Радуцовина. Я спросил, что бога, который спрашивает, что он отвечает. Здесь вы пришли. Как вы можете сделать это? В 80-м году, в 80-м году, в 80-м году, в 80-м году, в 30-м году. Маке Грассе, так как вы были? Маке Грассе, так как вы были сняли. Я бы не говорил, что русский пасоль, daddy хвалят это заставка, который Koenke, он был мoscен, что я был habill. Но русский пасоль у меня есть вstood граждан, и мы не делали его сходку. Да, это не было. Как ты сказал? Тургариан Гурш